С Брест-Облгазом 31-ю школу связывают два десятилетия дружбы и сотрудничества. Многочисленные мероприятия проводят совместно не только в честь праздников. Встречаются на протяжении всего года. Большой вклад шефы вносят в процесс совершенствования материально-технической базы. Акция «Наши дети» не стала исключением. В ее рамках Брест-Облгаз подарил школе денежный сертификат. На всех значимых мероприятиях школы всегда присутствуют наши шефы. Ни одна линейка к Дню Знаний не обходится без наших шефов. Но и наши шефы никогда не приходят к нам с пустыми руками. Это и подарки детям к началу учебного года. Это и помощь в ремонте школы. Это и награждение одаренных детей, которые заняли какие-либо места в городских или областных конкурсах. Сегодня у нас проходит мероприятие, где мы перед нашими шефами даем отчет, чему мы научились за этот год. По словам генерального директора Брест-Облгаза Евгения Казимирчика, в сотрудничестве с учебным заведением есть важная составляющая, что называется «на перспективу». Это воспитание подрастающей трудовой смены. Ребята регулярно встречаются со специалистами Облгаза, приезжают на экскурсии, что помогает осознанному выбору профессии. Последнее, в свою очередь, надежный фундамент будущих успехов. Сразу можно даже спрограммировать какую-то ситуацию, попытаться, может быть, поработать на уровне где-то классов и отбирать уже желающих поступать в дальнейшее. Технический университет у нас есть и свое заведение, Газинститут в системе Белтопгаз, для того, чтобы поступали именно на нашу профильную специальность и потом их использовать в нашей дальнейшей деятельности. Но, по большому счету, хочу сказать, это будущее. Сегодня мы воспитываем и то поколение, которое будет решать вопросы через определенное время и в предприятии Белтопгаза, и в целом в нашей республике. В настоящее время в 31-й школе города Надбугом учатся более семи сотен юных брещан. Семь человек имеют серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Буквально через несколько дней закончится монтаж специального подъемника. Создание безбарьерной среды продолжается и внутри здания. Подаренные деньги, в числе прочего, будут использованы и в этом направлении. На базе 31-й школы обучаются дети, которые имеют нарушение опорно-двигательного аппарата. Вообще в московском районе таких детей 85. 28 из них – это дети, которые обучаются в учреждениях общего среднего образования. Основная масса этих деток сосредоточена на базе первой школы – это 17 детей. И на базе 31-й школы у нас обучается 7 детей. Этот класс был открыт именно в этом учебном году. К слову, в новогодне-рождественском подарочном долгу 31-я школа не осталась. Для своих гостей ее обитатели приготовили праздничный концерт и поздравления. Я вас всех поздравляю с Новым годом наступившим, с Рождеством. Желаю вам здоровья, счастья, любви, чтобы все, что не сбылось, сбудется. Все, что не осуществилось, осуществится. Чтобы все у вас было хорошо.